Тимур мечтает стать видеоблогером, потому новость о предстоящей экскурсии на Щелковское телевидение его очень обрадовала. Мальчик всегда хотел попасть в настоящий телецентр. С зрением, ну, как сказать, неожиданное. Что было неожиданным сегодня? Вот там съемки и монтаж. Можно же, если там что-то не получилось, можно это убрать и поставить что-то другое. Экскурсия была организована для семей из Донбасса, которые сейчас проживают в Щелкове. При поддержке «Единой России» члена полицовета партии Антона Малинина, благодаря слаженной работе с руководством и сотрудниками телерадиокомпании, удалось провести интересное, весьма познавательное мероприятие. Использовали те моменты, когда нам доводилось бывать отсюда, от Кейптауна до Североморска, от Комсомольска на Амурик до Барселоны. На экскурсии по телевизионному комплексу также побывали активисты «Молодой гвардии». Всех гостей сотрудники ТРК вначале познакомили с 30-летней историей Щелковского телевидения. Показали фильм про нас, рассказали о многочисленных проектах, программах и фильмах, когда-либо созданных и выпущенных в эфир на телевидении. А затем познакомили с телевизионными профессиями и специализациями ведущего новостных и развлекательных программ, редактора новостей, корреспондента, видеомонтажера и телеоператора, режиссера эфира. Крупность планов при монтаже. Если смонтировать первый и второй, второй, третий, третий, четвертый, четвертый, пятый, будет некомфортно смотреть. Для того, чтобы было комфортно, они должны монтироваться через один. Пульт управления, видеопультов. Сам видеопульт – это черная коробочка. Пульт управления служит для того, чтобы переключать картинки. Не только увидеть, что происходит по ту сторону экрана, но и почувствовать себя в роли телеведущего или оператора, сесть за микрофон в аудиокомнате, где начитывают тексты корреспондента и многое другое. Гости смогли ознакомиться с техникой и даже сами поработать с телесуфлером. В детском саду «Росинка», расположенном в микрорайоне Щелково-7, состоялось открытие мини-музея «Русская изба». В дошкольном учреждении большое внимание уделяется сохранению русских народных традиций. Очень интересно, приятные люди. Красивая студия у вас очень. Как признали сами гости, программа экскурсии, знакомство с производством телепрограмм, рассказ о тонкостях работы сотрудников телевидения запомнится им надолго. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...